Я вызывал, ну и то, что вы слышали сегодня, зрители, не все даже попали в зал, поэтому это тоже правильно. И эти три конкурса мы будем продолжать и дальше, ну а внеконкурсные программы это всегда что-то новое и ретроспективы, или там, как в этом году, китайское независимое кино, поэтому это все будет и продолжаться. Вопрос, что мы сумеем найти интересного, необычного, но я думаю, что и те, кто у нас в организации фестиваля участвуют, мне кажется, сейчас самое главное, что удалось за эти годы, это собрать очень хорошую команду. И поэтому качество фестиваля, я имею в виду то, что происходит на экране, резко выросло, резко выросло, и вот для меня это главное, главное на сегодня. Спасибо, прошу. Елена Некрасова, журнал «Гурт-812». Я просто, два слова по поводу посещаемости, это такая тема стуальная. Вот мы вчера ходили на Викой Ниде, одели ее души, был полный зал, и я даже думала, что пришлось придется сидеть на ступеньках. Там не разрешают. Да, там не разрешают, место все-таки нашлось, иначе мне пришлось стоять весь фильм. Я хотела спросить, наверное, Андрея Степановича и Алексея, ну, может быть, в большей степени Алексея Ефимовича тоже, по поводу программы, посвященной столетию революции. Ну, это прежде всего была, насколько я понимаю, ретроспективная программа, да, то есть, во всяком случае, она выглядела именно как бы резонирующей с темой столетия 17-го года. Но вы сказали о том, что некая фестиваля атмосфера, она была несколько ниже, чем в прошлых годах, и да, мне тоже так кажется, но послание всегда умеет находить нерв. Она всегда умела находить какой-то фильм, один, два, три, да, которые еще будоражили, которые как-то попадали вот в настроение эпохи. Мне показалось, что вот в этом юбилейном году вот это вот попадание в нерв, оно по какой-то причине не случилось. Вы намерены ли это респективно как-то пытались отразить столетие революции, если это вообще было для вас важно? Или так получилось, что фильмов не было таких актуальных? Позвольте я переформулировать три вопроса. Первый. Был ли фильм «Нерв» в этом году? Второй. Если мы не разглядели, то где вы лично этот нерв находите? И третье, что вы думаете, это респективы революционных фильмов, да? То, что, может быть, они еще не сняты, может быть, нас еще ожидают события. Ну, что я отвечу, наверное, вот начну, по крайней мере, с последнего программы, посвященной революции и вообще фильма, посвященной революции. Но тут вот уже, сейчас мы эту тему, конечно, не будем поднимать в полном объеме, но, значит, история с фильмом «Матильда», в общем, как бы сфокусировала внимание на этой проблеме. Действительно, по сути, вот если говорить о современном кино, то это единственный фильм, который появился, как бы связанный с этой датой. Хотя это очень, и то достаточно косвенно, но тем не менее. Из чего там одни делают вывод, что какой ужас, почему именно этот фильм появился, а почему не появились другие? Извините, кто вам мешал их снять? Вот, или там как-то, да? С другой, кто-то наоборот, значит... Ну, в общем, короче говоря, вопрос поставлен. Действительно, это довольно странно. В общем-то, дата такая крупная для всего человечества, но как-то вот особо фильмов не только в России, но и где-то есть какие-то выставки, посвященные там в музеях современного искусства. Но вот именно в кино как-то я не вижу ощущения того, что вот, видимо, слишком все-таки далеко ушел процесс сегодняшний в мире политический и так далее, социальный от того, что было в 1917 году. Хотя многие вещи, безусловно, наоборот, повторяются с некоторой цикличностью. И что вот в данном случае программа, которую мы представляем здесь, посвященная революции, она очень интересно устроена. Ее делали очень профессиональные кураторы Михаил Трофименков, известный вам прекрасно, и Алексей Артамонов, да? Вот, которые один уже маститый киновед, другой, наоборот, молодой, и они очень свежий подход предложили. То есть там фактически, кроме падения династии Романовых и Сферешук, там нет фильмов, снятых вот в ту эпоху. Ну да, мы открыли Вертовым, конечно, фестиваль, это тоже как бы связано с революцией, безусловно. Но фокус был сделан не на этом. Акцент был наведен на фильмы других эпох, других стран даже, но которые эту идею революции как-то интерпретируют уже в других контекстах. Там, например, в японском контексте, японская там Красная Армия, или целый ряд, там, Томас Харлан, предположим, немецкий режиссер, который впитал с крови наследие фашизма, и потом стал таким ярым антифашистом, коммунистом и революционером. Очень интересные вещи, которые, к сожалению, может быть, прошли мимо внимания многих зрителей, потому что это было и не в Великане, во-первых, в других местах, но, тем не менее, там своя аудитория была, и я думаю, что какой-то нерв современный эта программа зацепила. По поводу фильмов о революции, вот я сам слышал в программе у Соловьева, где выступал Владыка Тихон, который сказал, что он делает главный фильм, о революции, да, он автор этого фильма, и готовится... А это церковная будет революция? А поскольку он закончил сценарный факультет ГИКа когда-то, то вот будем ждать с нетерпением, что он нам расскажет. Революция, в целом, называется Расков. Вот, но это факт, это факт. Я знаю, что еще Владимир Хритиненко снимает картину игровую, и мне кажется, это будет интересно, поскольку Евгений Миронов будет играть роль Ленина. А по поводу, я хотел сказать, фильма, который как-то проник вас, то, что вы спрашивали, если не было такого фильма, яркого, не знаю, как назвать, но это настолько индивидуально, это не может быть. Во-первых, вы наверняка не посмотрели же все фильмы, которые в каталоге. И, может быть, это прошло мимо вас. Но я могу сказать, что я до сих пор, это прошло уже несколько дней, но фильм «Напалм» Клода Лансмана, ну это, он очень простой, как бы по форме, но то, что он попал так глубоко и так эмоционально лично в меня засел, и думаю, что не только в меня. Я думаю, что это фильм событий, и вообще приезд к нам на фестиваль, огромное событие, как и Эрика Ромберса, безусловно. Да, я согласен, «Напалм» для меня тоже стало событием. Я только очень кратко хотел добавить, что, ну вот, все-таки фестиваль, он всегда больше, чем отдельный зритель себя может вместить. Вот сейчас вот мы на пресс-конференции, допустим, нам на новой сцене Александринки сейчас в рамках фестиваля проходит научная конференция, где и режиссеры, и историки выступают от трактовки революции 1917 года в искусстве и в исторических трудах. И это тоже наше событие. Вдруг нерв там, а мы здесь. Это я не предлагаю туда бежать, просто чтобы вы знали, что это всегда больше, чем любой субъективный взгляд может уловить. Очень, коллеги, цитирую Алексея Учителя, Андрея Плахова по поводу «Напалма». Вы можете спокойно использовать заголовок «Напалмом сжечь сердца людей». 10% гонорара мы. Да, и не забывайте еще, что фильм «Круткая» сегодня закроет фестиваль. В общем, это тоже фильм-событие, безусловно, питерская премьера. Коллеги, сейчас мы чуть-чуть изменим ход нашей встречи. Мы потом продолжим, да, вы можете еще задать вопросы, но некоторым участникам пресс-конференции нужно будет идти. У нас очень важный момент – это вручение призов. Мы чуть его сдвинем сейчас по времени вперед, а затем мы продолжим. Вы зададите свои вопросы, несомненно. Те, кто на фестивале не первый год, знают, что важный приз, который традиционно вручается вот на таких встречах с журналистами, это приз имени Павла Когана. И он вручается за лучшую российскую игровую короткометражную картину, созданную в традициях Ленинградской студии документальных фильмов. И традиционно Людмила Станукина с Коган вручает этот приз в этом году. И для меня, честно говоря, это очень большое удивление. Если кто-то может это прокомментировать, но я не знаю, потому что Людмила Станукина с Коганом вручает этот приз вручаться не будет. Я предупредил. Но два других приза, которые тоже традиционны для нашего фестиваля, они будут вручаться. 15 лет, если вы помните, исполнилось 20 сентября с трагедией в Кармадонском ущелье, гибель съемочной группы, где погиб Данил Гуревич. И мы традиционно, традиционно мама Дани Гуревича, Елена Силина, вручает этот приз за лучшую операторскую работу. Я передаю микрофон. Здравствуйте. Вы правильно сказали. Позавчера исполнилось 15 лет, после того, как погибла киносъемочная группа Сережи Бодрова в Кармадоне. И вот в память этой группы и в память нашего сына Даниила Гуревича мы создали этот приз за лучший операторский дебют. Фестиваль принял этот приз. Ну, этот приз как бы и в память погибших, которые были все очень молодые и талантливые. И, конечно, приз мы рассматриваем как хотя бы какую-то небольшую поддержку, небольшую помощь молодым операторам и вообще просто киношникам. Например, приз у нас грамота, потом небольшой барельеф. И приз – это поездка в Париж. Вот мы надеемся, что эта поездка в Париж, во Францию, тоже даст какой-то, ну, может быть, хотя бы небольшой толчок или какой-то новый взгляд вообще на жизнь для молодого начинающего киношника, скажем так. Значит, в этом году мы присуждаем приз за операторскую работу к фильму «Манекарника» оператор Сергей Урываев. Урываев, да? Сергей Урываев, я не знаю, он не знает или нет. Сергей Урываев здесь? Сергей Урываев, yes! Мы нашли! Мне очень понравился ваш фильм, и мы решили вот вам этот приз приз здесь. Спасибо, очень приятно. И вот этот приз приз у нас был большой, очень большой, совершенно подъемный барельеф, но мы решили такой сделать маленький, но зато он будет оставаться. Раньше у нас был свеходной барельеф, а теперь вот такой маленький, который будет у вас оставаться всегда с вами. Ну, а по поездке в Париж мы договоримся уже. Приватно. Большое спасибо, нам бы хотелось, чтобы этот приз стал символом того, что авторское кино действительно нужно в России. Спасибо. Спасибо. Не забудьте в Париж захватить эту другую. Еще один традиционный приз, который всегда на нашем фестивале. Специальный приз вручается, специальный приз эколога правового центра Билона. Им традиционно...